И мы снова здесь. И сегодня мы с вами поговорим, почему это конец медвежьего рынка. Это конечная остановка. Медведям приходит конец. Но! И вы, и я, кто сидят в этом рынке, мы этого не видим. Мы еще не видим это. Почему? Потому что сейчас это дно социального настроя. Многие, кто живут в крипторынке, сдаются. Они больше это не могут терпеть. Они говорят «до свидания». Они говорят «до свидания биткоину», потому что они страдали два года. По мере того, как мы скатывались все ниже, и сейчас у них больше нет сил терпеть. При этом одновременно с этим, по мере того, как многие уходят из рынка, вы видите, что трейдеры никогда не были еще более бычи, чем сейчас. Например, Standard Charters говорят, что эфир уйдет в 8К. Мы видим, как Арк Инвест говорит, что биткоин уйдет на полтора миллиона долларов в течение следующего года. И при этом большинство людей до сих пор не видит в крипто. Большинство людей думают, что нам капец. При этом даже Гарри Генслер, который понимает, что его дни сочтены, при этом он до сих пор не подает апелляцию, не подает в своем деле с Грейтскейл. Ведь согласно отчету Бизинга, Сек не собирается подавать апелляцию в деле с Грейтскейл. То есть вероятность небольшая в том, что Сек подаст апелляцию в Верховный суд. В связи с этим увеличивается вероятность того, что Сек и Грейтскейл начнут обсуждение конвертации в ETF. То есть речь о том, что Грейтскейл это фонд, у которого есть биткоины, в который любой может брать инвестировать, и они это хотят конвертировать в ETF. Чему Сек активно сопротивляется, так как они не хотят эту конвертацию в ETF. Но они не могут этого, это против течения, потому что это противозаконно. Если они это запретят, совершенно законный, совершенно обоснованный ETF, это приведет к проигрышу в этой битве за ETF. Они это понимают, и вот почему они прекращают свое сопротивление. И вот почему очень скоро мы с вами увидим множество ETF, потому что если первый появится, мы увидим за ним следующее, так как они идентичны, если вы одобрите один, появится второй. Это первое. А номер два, это то, что мы сейчас с вами наблюдаем, рекомендацию Блумберга, которая говорит о том, что с вероятностью в 90% ETF будут одобрены, и это очень важно. Потому что как только обычные люди, такие как мы с вами, видим ситуацию настолько мрачной, ох, чел, объемов торгов почти нет. Это минимум за последние годы, никто сейчас не торгует. Никто ничего не покупает, весь рынок буквально заморожен. Что значит? Это потрясающая возможность перед началом бычьего рынка. Потому что это самое донышко перед самым взлетышком. И взлетышко перед донышком. И когда вы вернетесь в 2021 год, биткоин с 60к завернулся в 30к или плюс-минус, а затем вернулся обратно к 70к, как вам было? Что вы чувствовали? Ааа, да мы улетим к 100к, да мы уйдем к 200к, да скоро миллион, а потом и зиллион, и при этом очень скоро. И что случилось? Опаньки, пятнашечка. Так что аналогичная ситуация сейчас. Пока большинство считают, что ох, чел, все так плохо, социального настроя нету, я так устал от этого медвежьего рынка. Что происходит? Мы начинаем помповать. В течение недель, скорее всего. Это самый вероятный сценарий. И что очень важно, у нас с вами есть целая индустрия, которая делает ставку на медведей. Об этом говорит буквально все. Скажите, о чем большей степени вы думаете сейчас? У нас был крах FTX, у нас пришел конец Celsius, Voyager, Threats Capital, о чем еще можно сказать? А вдобавок, у нас есть Третья Мировая Война, которая на краешке стоит из-за России, которая уже ее начала. Мы уже в ситуации России и Украины. Теперь у нас добавилась еще ситуация Израиля и Палестины. Давайте посмотрим, к чему это все приведет. Но в любом случае, в цену биткоина уже включилась ситуация с мировой войной номер три. Так или иначе. Мы уже там завязли, что еще можно добавить. И когда уже больше нечего продавать в этой ситуации, остается путь только наверх. Когда на стол больше нечего положить, что может испугать быков, остается путь только наверх. Так что напишите ко мне в комментариях, что может быть еще страшнее. Какие другие черные лебеди могут появиться, которые могут вас напугать, или могут произойти в ближайшие недели или месяцы, которые чпокнут биткоин. Это одним из таких, конечно же, может быть крупнейшая эскалация в Среднем Востоке. Потенциально. При этом, чем больше дней проходит с момента изначального конфликта, что произошло уже больше недели в Израиле и Палестине, вероятность уменьшается. Так как чем больше времени проходит, тем больше люди остывают. Чем больше проходит времени, тем люди спокойнее себя ощущают. Это печальная реальность. Это то, как устроены люди. Если у вас произошла катастрофа, мы, как мир, представляющий людскую массу, обычно переживаем неделю, месяц, ну может быть один год. После этого появляются новые новости, происходят другие события, которые в большинстве ситуаций, конечно, трагичны. Но так работает наш разум. Поэтому предположение того, что данный конфликт начинает разрастаться все больше и больше, вероятность этого начинает сокращаться каждым следующим днем, по мере того, что ничего не происходит. Так что, с данной точки зрения, мы видим все предпосылки к бычьему заходу, выстраивающемуся стройными рядами. Хоть и большинство людей испуганы, большинство людей настроены по медвежьи, многие выходят и не знают, чего делать. Я вообще не понимаю, как можно сейчас выйти с крипта. Потому что вы живете в крипто. Вы жили в крипто 2019, вернитесь к графикам. И после этого подумайте, как вам будет ощущаться, если бы вы сказали, ааа, чувак, я не знаю, я выхожу, я сдаюсь. В начале 2019, ааа, я выхожу. Или, ааа, чувак, я выхожу где-нибудь вот здесь. Даже если бы вы сейчас выходили где-то здесь, в 17К, так как у нас было дно, мы видели памп, до 30К, как здесь, когда мы видели дно на 3000. Потом бабахнули на 14. А потом что? А потом мы откатились на 7. И вы такие, ааа, чувак, я не уверен, я ухожу отсюда. Мне надоело, это не для меня. Это очень-очень рискованно, ребят. Это очень опасно, это неспокойно, я выхожу. А потом, опа, так что? Так что, похожи ли циклы друг на друга? Они очень похожи друг на друга. Да я даже боюсь, насколько они похожи. У нас была вершина 52 недели спустя дна. И памп довольно на хорошие уровни. Примерно к 50% от исторического максимума. Как и прямо сейчас, примерно 50% от исторического максимума. Потом дамп. Да, мы уже были примерно в этой ситуации. Примерно плюс-минус здесь. Если вы ходлили отсюда досюда, не могли бы вы походлить и вот отсюда досюда? И решение взять и покинуть относится к вам? Ха, ребят, камон. Да, хорош, напишите, что думаете в комментариях. Ладно, едем дальше. Почему вот это все вот так? Почему? Потому. Что Binance сейчас выглядит обалденно. Ну, то есть, ребят, Binance сейчас в полном порядке. Весь СНС вокруг FAT сейчас рассосался. Почему? Потому что СНС был от FTX. Многие свидетели подтвердили о том, что это все шло от FTX. И прямо сейчас все те показания, которые идут от FTX, по сути, пришли не к чему. Буквально, они не имеют под собой ничего. Потому что, по сути, вся стратегия FTX заключалась в устранении Binance. У них это было записано в стратегическом плане. В списке задач. Задач на начало недели. Выпить кофе, пообсуждать и чпокнуть Binance. Да, я, конечно, прощаю. Но, по сути, это и был план FTX. По сути, они так и сказали. Да, это был наш план. И теперь все это стало общедоступно в судебном разбирательстве против FTX. Так что это последовательное распространение о неизбежном крахе Binance будет иметь место еще какое-то время. Вероятно, потому что не было никаких новых движений в деле против Binance. Так как преследование SBF против Binance в настоящий момент не выглядит обоснованным. Так что статьи с заголовками, что регуляторы готовы наклонить Binance, «А, это безумие. Это просто безумие, что делал этот чувак». «Сэм, ооо, это безумие». Но то, что из происходящего мне не нравится, то, что Майкл Луис написал книгу о Сэме. И как вы понимаете, сейчас я нахожусь в секретном месте, но мне как бы пришлось послушать эту книгу, пока я сюда летел в самолете. И как бы все это ни выглядело и ни казалось, я не могу себя сдержать в желании заболевать. Может быть, самолет слишком сильно набирал высоту или снижался. Но это было именно тогда, когда я слушал эту книгу, написанную Майклом Льюисом. И мне не зашло то, как был изображен в этой книге SBF, так как он представлен в книге умником, наравне со Стивеном Хокингом, некий Стивен Хокинг в крипто. Аутистичный такой дикий Стивен Хокинг, такой чрезмерно умный даже сам для себя. Он настолько, блядь, умный, что случайно заскамел целый мир. Потому что он такой умный, он так быстро соображает. Он как Виталек на стероидах. Он настолько наебалки умный, что даже наебал себя и всех вокруг из-за своего ума. Это вот такая история, которую нам пытаются впарить. Блин, мне она не зашла. Его следовало бы представить как скамера, как жадного скамера, который пытался всех заскамить и буквально загубил себя сам. Доигрался со скамом и сам себя сгубил. Но что здесь еще есть безумного? Что он назначил эту девочку? Каролайн. Ах, Каролайн, ребят. Некоторые показывают ее стрёмные фотки. Но при этом, да, смотрите, Каролайн на самом деле мозговик. Ну, не знаю, если представить кого-то в виде Каролайн, в общем, короче, давайте немножко не будем на ней фокусироваться. При этом я читаю все эти истории. Ну, не знаю, в какой-то момент я даже подумал, в общем, в общем, короче, давайте сейчас пока не о ней. Ну, что она могла сделать? Ну, в общем, в целом, она могла взять и уйти. Что еще? Она молодая девушка. Она могла сказать, слушайте, это все скам, я ухожу. Так что да. В любом случае, короче, в общем, она вызывает противоречивое ощущение, когда я о ней думаю. И в целом, прихожу к тому, что она также является скамером. В любом случае, напишите, что думаете о ней, но та встреча, которая у них была, встреча, происходящая внутри FTX. В общем, давайте возьмем нас с вами. По мере того, как мы с вами торговали в последнем бычьем рынке, открывали ордера, допустим, на Юнисвопе, или покупали все эти альткоины, как дебилы. Штаб-квартире FTX проходила встреча, включая трейдеров, внутри Аламеда. Они говорят, возможно, это эгоистичный вопрос, но не будем ли мы с вами с юридической точки зрения в риске, ведь мы не знаем, что происходит. Мы и не знали, что происходило. Я думаю, что они обсуждали все эти мутные вопросы, так как беспокоились. Они понимали, легально ли все это. И Кэролайн, смотрите, это обалденно. Она возглавляла, по сути, одну из крупнейших бирж в мире, многомиллиардную биржу. Это, ребята, реально крупная компания. И она, генеральный директор, такая, я не уверен, что у меня есть уверенная позиция по этому вопросу. Ребят, а возьмите и спросите ваших юристов. И тут мы понимаем, что что-то не так. Вы спрашиваете генерального директора, он такой, бро, я не знаю. Слушай, спроси-ка своего юриста. И знаете, когда я все это читаю, но она ведь это все искренне говорит, ну то есть, бро, спроси-ка ты своего юриста. Ну, чтобы наверняка. Ведь я не знаю, легально ли то, что мы с вами делаем. После чего тот же самый трейдер говорит, эй, Кэролайн, это было все официально сделано через книги с потовой торговли или через маржинальные, или, возможно, через экстракомиссии. Здесь я думаю, что он спрашивает о том, как происходила маржинальная торговля, были ли у них стоп-лоссы, могут ли они ходить в минус без залога. В итоге, занимая деньги клиентов, то есть, деньги мои или ваши. Как вы помните, у меня было 10 эфиров на ETF. Да, был мой косяк, я особо не думал, чтобы уйти в самостоятельную кастодиальность. Но я также знаю, что многие из вас, ребят, также хранят деньги на биржах. Вы не вынесли урок из этого, как и я, когда был очень уверен в прошлый бычий рынок, когда я не следовал довольно приверженно тем рекомендациям, которые несет крипто, иметь свои собственные ключи. Мой косяк. Ну ладно. Так что эти ребята брали мои и ваши деньги, они торговали, теряли их, не осуществляя никакого контроля. Потому что обычно, если ты используешь FTX и ты используешь плечо, ты также занимаешь деньги, но если цена идет вниз, то вас ликвидируют, закрывают позиции, забирая залог, и вы все теряете. Вы больше не трейдер. Но у них этого не было. Они исключили эту ликвидационную логику для своих собственных учетных записей. Так что их не могло ликвидировать, они могли лишь только зарабатывать, используя средства клиентов. Так что в итоге ее спросили, что происходило, использовали ли мы спотовую маржу. И по сути, трейдеры спрашивали их о том, используем ли мы средства пользователей. А Карлайн такая, ммм, механизм не использует обычную спот-маржу, что выглядит довольно печально. Этот вопрос ей задали и другие трейдеры. И когда впервые использовали средства пользователей, Карлайн такая, ммм, я думаю, ммм, Аламеда всегда была в ситуации, когда ей позволяли использовать средства пользователей, насколько я знаю, трейдеры, вносили ли мы когда-либо залог? Нет. При этом, в большинстве случаев, на практике, мы использовали FTT. То есть, по сути, она говорит, что не было реального залога, но мы закладывали FTD, при этом шлепая его из воздуха, задавая сами цену, потому что они контролировали большинство его объема. То есть никакого залога. Но трейдеры продолжали задавать вопрос, а получала ли Аламеда разрешение от FTX? Нет. То есть структура выглядела таким образом, что Аламеда могла уходить в минус даже без залога на спотовом рынке. Действовала ли FTX законно? Довольно законно. Да. Будет ли у вас публичное заявление? Да? Не знаю. Скорее, Аламеде не следует больше ничего не говорить в надежде о том, что люди о ней скоро забудут. Следует ли нам ожидать детали того, что произошло? Или? Да. Не знаю, бро. Я думаю, Майкл Луис напишет о нас книгу, но ты знаешь. В общем... Ох, капец. Сизи следует посмотреть на бухгалтерию Аламеды. В общем, ребят, все это происходило тогда, когда Сизи хотел купить FTX, когда они уже по сути были банкротом. Ждем ли мы с вами... В общем, ладно. Да, она, конечно, пошутила на некоторые вещи, типа Майкл Луис написал книгу. Я ее почитал, и, ребят, она мне не понравилась. Не понравилась. Может быть, все дело в самолете. Конечно, я уже прям подходил к блевате. Может быть, дело в самолете. Набирал сильную высоту. Но смотрите, он показывает парня как какого-то особенного. Но посмотрите, он не особенный. Если вы не занимаетесь своими волосами, и, кстати, я тоже своими волосами не занимаюсь, но я также не считаю себя Стивеном Хокингом в высокой степени. Ага. Но у меня есть свои таланты. Я хорош в альткоинах. Я хорош в крипторынке. Но с точки зрения быть Стивеном Хокингом, бро, хорош. Он не такой особенный. В общем, короче, возьмите и почитайте сами. Самое плохое уже позади. Я, конечно, ржал, когда читал эту книгу. Потому что, смотрите, самое плохое уже позади нас. Уже произошло. Рынок это уже переварил. То, что произошло. И сейчас мы можем с вами идти дальше. Мы можем идти к следующему рынку. Бычьему рынку. Это наша следующая остановка. Он впереди. А согласно Кэти Вуд, биткоин ждет полтора миллиона. Давайте, ребята, посмотрим, сможем ли мы добраться до соточки. Это уже хорошо. Так что обязательно подпишитесь на канал. Нажмите кнопочку «Понравилось». Да и вообще, давайте оставаться с вами на связи. И напишите, что вы думаете про цены. И мы с вами непременно и основательно вернемся в среду. А до этого пока посмотрите другие переводы и другие видосики CryptoCommons. И напишите, кстати, ребят, обязательно понравилось ли вам зашло, не зашло и если что зашло и что не зашло. Всех обнимаю. Всем пока.